На стадионе Волга многолюдно пришли ветераны ульяновского хоккея, представители Федерации патронного завода и городской думы. На поле разминается ульяновская хоккейная команда Волга. Все собрались, чтобы обсудить важный вопрос, который касается присвоения имени первому в городе стадиону. Мы предложили Леву Ивановичу Гаврилову, так как он был в той первой команде, он был в медальной команде, он возглавлял эту команду, был ее капитаном, работал в нашей школе и, конечно, к несчастью, он умер прямо на этом стадионе. Ну, естественно, сегодня очень популярно в плане того, чтобы имена дают аэропортам, вокзалам, ну а почему у нас стадион Волги имени Льва Яшина у нас центральный, а тот стадион, откуда воспитывались все наши герои, спортсмены, безыменный остался. Лев Гаврилов – один из тех игроков, с чьей помощью проходило становление Волги, как команды высшей лиги. Нападающий полузащитник-защитник капитан команды Лев Иванович Гаврилов играл за Волгу с 1957 по 1970 годы. Среди пришедших на встречу ветеранов был Виталий Яковлевич Огуреев, который 50 лет назад бок о бок с Львом Гавриловым завоевывал победу Волги на спартакиаде народов РСФСР 1970 года. Он здесь и вырос, он здесь и строил этот стадион, именно был освобожден в свое время, тогда штатной команды не было у нас. Он здесь и спортзал строил, и гараж строил, и гостиницу строил, и в том же случае он играл. И он на этом стадионе стал чемпионом спартакиад народов России. Это был 1970 год. В обсуждении вопросы приняли участие представители патронного завода имени Володарского, строители стадиона и создатели легендарной команды «Волга». Своё детище они курируют десятилетия. На встрече заводчане поддержали вопросы присвоения стадиону имени Льва Гаврилова. Заодно подарили музыкальный центр своим подопечным, который будет использоваться во время тренировок и матчей. Следующим шагом активистов «Волги» будет обращение к населению, руководству города и области, чтобы они поддержали инициативу присвоения стадиона имени Льва Гаврилова. Ирина Антонова, Юрий Конихин. Новости Уллправда ТВ. Новости Уллправда ТВ. Новости Уллправда ТВ.